В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил приоритетные задачи на 2022 год. В этом году сохранятся все меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Появятся и новые. Это наши старшие и семьи с детьми. Всего на поддержку каждый год мы направляем порядка 80 миллиардов на эти категории. Все законопроекты, которые позволяют нам в этом году помощь оказать, наши региональные депутаты приняли и принимают. Спасибо вам за это. Это старшее поколение в зоне нашего постоянного внимания. Вы знаете, что президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. В Подмосковье 33 тысячи одиноко проживающих человек старше 65 лет, испытывающих серьезные финансовые сложности из-за маленькой пенсии. Минимальный размер пенсии сегодня 12 700 рублей. Доплаты позволят довести ее до 17 тысяч рублей. Это коснется тех, кто проживает в регионе более 10 лет. Для многодетных семей, количество которых за последние 7 лет выросло в 3 раза, работает более 20 видов льгот. Всего таких услуг у нас 93. Уже 20 мы смогли сделать проактивными, когда, соответственно, средства ты получаешь на счет без каких-либо бумаг. Почему мы смогли это сделать и дальше у нас получится? Мы смогли это сделать, потому что сегодня в информационный век все данные приходят в одну точку и решение принимается автоматически. Социальное казначейство, о котором говорил наш президент, подразумевает именно решение вот таких важных, чувствительных для человека вопросов. По словам губернатора, в прошлом году в Подмосковье было реализовано 450 проектов с инвестициями более 500 миллионов рублей. Главный запрос в этих 11 территориях – это рабочие места. Мы подготовили специальную программу для того, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там рабочих мест. Более того, часто эти территории аграрные. Для этого мы в этом году будем предоставлять от 10 гектаров земли совершенно бесплатно под защищенный инвестпроект. Подмосковные 10 гектаров – новая мера поддержки фермерских хозяйств, которая позволит получить безвозмездное пользование на срок до 6 лет земельные участки областной или муниципальной собственности. Прием заявок начнется в апреле. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Что ключевое?